На один день улицу Минаева освободили от машин и предоставили в распоряжении местных фермеров. Не заставили себя ждать и покупатели. Несмотря на нелетную погоду, яблоку негде было упасть. По подсчетам городской администрации, ярмарку посетило 16 тысяч человек. Мы благодарны нашим все гостерпроизводителям, нашим начинающим и уже успешным фермерам, которые уже работают на протяжении нескольких лет и радуют нас своей качественной продукцией. Естественно, граждане могут побаловать себя качественной продукцией по доступным ценам. Весной самые большие очереди возле автолавок с картошкой и яйцами. Показывают это и цифры. За весь день ульяновцы закупили 21 тонну картофеля и 72 тысячи штук куриных яиц. К слову, к Пасхе жители уже активно готовятся. Яички я купила, 5 кассет. Изюм купила, колбасы купила, сыра купила, кур купила. Конфет купила, колбаски купила. Всякое-всякое. Ярмаркам для меня сегодня было бесподобно. Порадовали и цены. Для сравнения, тот же картофель на ярмарке можно купить за 10 рублей за килограмм. В магазинах килограмм обойдется в 17-20 рублей. Те же дела обстоят и с яйцами. Высший сорт аграрии предлагают за 50 рублей за десяток. В торговых сетях цена от 55 рублей. Я закупил овощи и молочную продукцию. Вот вторую ярмарку показывают. Здесь демонстрируют продукцию In the Mall Prom. Это новый наш кооператив. Вот я вам скажу, что мои дети, они почувствовали эту натуральность. Я всегда их натуральным кормлю. Вот в основном с ярмарки берем молочку. Но то, что они съели, я вот всю неделю ждал. Вот наконец-то сегодня закупился. Подобные продовольственные ярмарки проходят почти во всех муниципальных образованиях области. Они организуются для насыщения потребительского рынка товарами местных производителей. Также торговля способствует развитию конкуренции и позволяет приобретать продукцию напрямую у товаропроизводителей по умеренным ценам. Некоторые фермеры участвуют в ярмарках с самого начала их проведения. Их продукция уже успела полюбиться жителям. Поэтому, чтобы купить некоторый товар, приходится стоять в большой очереди. С каждой ярмаркой у нас идет увеличение клиентов. Все нравится наше мясо. Также спросом у покупателей пользовались овощи, сахар, мясные изделия, крупы. В преддверии дачного сезона можно было приобрести саженцы, семена и банные принадлежности. Всего ярмарка принесла выручки на 8 миллионов рублей. Ярмарочный сезон продолжится до конца апреля. 13 апреля фермеры отправятся в Димитровград. Редактор субтитров А.Семкин